привет друзья это павел дотнет 8 нам подарил приятные вещи связанные с реализацией джессона среди них есть как полезный так и не очень чё за джессон блин это представление был как строки то есть он будет реализоваться не как число а как именно строка пусть у нас есть пользователь у него есть один имя и тип темперамента раньше если мы запускали этот проект у нас был бы число и номер был если мы хотим сделать это как строку то нам необходимо добавить будет атрибут на нашли нам вот такой и находится в пространстве им он с истим текст джессон сервизейшн передавайте запустим посмотрим что бы когда будет джейсон какой-то насколько можем видеть 4 дел темперамента у нас как строка идет какой темперамент и зашка у меня темперамент блять жесткий по моему это очень классно ваще охуенно спасибо за что следующее нововведение это стерилизация точнее поддержка стерилизации наследует какая стерилизация моих интерфейсов то есть допустим у нас есть какой-то класс который реализует интерфейс а и деривит и у одевает есть интерфейс которая делается это айбэйс какой айбэйс раньше что ты делаешь для чуть исчезает появляется посмотрим что войну нахуй это вообще пиздец видос для нулей как ты где айти с нуля я хочу быть программистом подскажи с чем и начать что почитать павел я хочу устроиться на работу вода я павел спасибо что зашел на канал спасибо что поставил лайк уже к этому видосу потому что этот видос я думаю достоин того если ты посмотришь это видео до самого конца быстрее ёбаный рот может быть тебе не захочется вовсе писать код может быть захочешь быть не знаю тестировщиком или администратором вас данных нет после этого ролика просто смотришь сигма в мире айти ты поймешь что тебе именно конкретно ты охуел даник спасибо тебе большое за 1000 рублей ну а я откуда я знал что там такое видео будет улицы просто такой так что наливай себе чайок ставь себе что-нибудь покушать на вафельки и я не пью чай и вафельки не ем дайся просмотром за ты будешь объяснять блять видео длится 7 минут он уже две минуты просто ничего не рассказывать хотелось без того что тебе для начала нужно вообще понять хочешь ли ты связывай свою жизнь сайте ты только приставь ты будешь сидеть в офисе или может быть не офисе дома за компьютером за ноутбуком будешь постоянно перед монитором ты будешь напрягать свои глаза ты будешь напрягать свой мозг я это уже 12 лет делаю ну по 12 лет подряд сиди на твиче про мозги как бы конечно ну бывает и нагло тоже приходится между прочим говоря мозг тоже сильно устает и можно даже выгореть на работе и получить психическое заболевание лично я считаю никаких заболеваний нет значит мозг не напрягается но она это уже другое человек должен заниматься тем чем он действительно хочет заниматься я сказал программирование будь то вязание создание одежды создание дизайна я думаю в нашем мире очень много чем можно заниматься и очень многое чего может нравиться человек да только на вязание носков ты такие деньги не заработаешь как на программирование и так далее потому ты лучше сто раз подумай прежде чем на что-то начнет так блять я подумал уже 52 раза давайте еще все я подумал сто раз отделать я решила заниматься разработкой следующий этап когда ты уже определился что ты хочешь работать войти это понять кем ты именно хочешь работать войти просто найти можно не только программисты не только разработчик а кто-то еще и и чары это сисадмин это кто не только разработчики это еще и и чары это бичара блять и чары сисадмин и я хочу быть сисадмином по тестировщики ну тестировщик залупе небаное это так называемый devops короче я хочу быть или бичарой и сисадмином сначала тебе нужно кто 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 мины это тестировщики это так называемые девопсы а я хочу быть всем псом девопсом блять тебе нужно понять к чему ты конкретно из этих стезей склонен к деньгам хочу бабки большие существует такое понятие да вот как гуманитарный склад ума у меня такой считаю что это то это небольшое заблуждение потому что нету как такового гуманитарного склада ума есть а ну у меня другой за то что тебе ближе легче делать и лучше дается например если ты хорошо умеешь говорить и ты любишь как я в любишь общаться с людьми да тебе скорее всего пойдет вакансия наверно продукт менеджера или на и чара если ты до 100 бля и какой продукт менеджер и чар а то есть обе чара точно усидчивый не любишь общаться с людьми но можешь поддерживать хоть какой-то контакт не проявлять какую-то токсичность не грубить и ты можешь быть разработчиком и болят не но я бы чара или бичара я пока не определился бля не ну надо если надо я могу и не токсичь и для этого не нужен какой-то математик ради того чтобы стать программистом я готов этого не делайте склад ума потому что в наших реалиях далеко не везде нужна математика можно программировать не зная даже логарифмов следующий этап вот это да это ты уже все ты понял что ты хочешь быть разработчиком да хочешь писать код ты хочешь делать новые какие-то штуки тебе нравится создавать все новое и там бы этим новым пользовались и скорее всего у тебя появится такой вопрос взять ли мне курсы или же попробовать учиться бесплатно что могу сказать на этот счет курсы нужны тем людям которые не могут себя взять в руки которые недисциплинированы курсы нужно брать в том случае когда у тебя есть деньги на это во первых не последние деньги а во вторых это когда ты забашлял какой-то курс и у тебя есть в голове это такая ответственность что ты же заплатил за что-то а что ты что-то должен делать иначе это деньги ты просто выкинул их другой момент еще обучение вузе на ой все баба 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 блять я передумал дать разработчиком что-то пиздец сложно как-то я уже даже это видео не вывез блять она длится минут и вздувлять буду стримером как и всегда Ари-а-а